Заседание длилось около 8 часов. За это время судья прочитал около 130 страниц приговора. Это связано с тем, что в уголовном деле очень много материалов, около полсотни томов. Главу администрации Саратова Алексей Прокопенко обвиняют в том, что он предоставил 69 квартир для сценного найма учителям, врачам и одаренным детям, а должен был по решению суда предоставить их жителям аварийных домов. За это деяние ему вменяют статью «Неисполнение решения суда». Максимальное наказание за это два года лишения свободы. Мировой судья прибавил. Прокопенко Алексей Львович признать виновным в совершении преступления предусмотрено статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200 тысяч рублей. Вообще, конечно, меня удивляет то, что когда все разворовывалось, ни у кого не возникало ни вопроса, ни одного прокурора не было. Как только что-то в город стало возвращаться назад, тут же возникают стали вопросы. Что вернули, а почему так вернули и так далее, и так далее. Масса вопросов, конечно, забавная ситуация. Сторона обвинения просила пять лет дисквалификации. То есть это время Алексей Прокопенко не мог бы занимать должность в органах власти. Однако это решение суда будет обжаловано, будет подаваться апелляция. На это тоже нужно время, несколько месяцев. И пока в администрации города каких-то перестановок кадровых не предвидится. Алексей Прокопенко так и будет занимать свою должность. Павел.